Президента Латвии следует выбирать открытым голосованием. Большинство депутатов юридической комиссии Сейма поддержали инициативу общества за открытость Делна. Под ней на портале Manabals собрано свыше 11 тысяч подписей. У наших парламентариев есть две проблемы. Есть боязливые депутаты, которые боятся, что у них допуск госстаяния отберут или фракция не будет рада. И если им нужно будет голосовать открыто, то они не смогут голосовать честно. И также есть продажные депутаты, которые продают свои голоса и получают за это какие-то блага. И кто хуже, те, кто боится, или те, кто продает свои голоса. Если будет открытое голосование, то торговать будет трудней. И мне кажется, торговля намного вредней. Она угрожает нашей демократии и государственным интересам. У меня нет иллюзий, что если будет открытое голосование, то после этого все будет хорошо. Не будет. Но это шаг в правильном направлении. Задайте себе вопрос, когда на депутата легче всего повлиять. В том случае, когда есть мнение во фракции или в общественном пространстве, что правильнее голосовать так, но депутат может сделать выбор и голосовать так, как он сам думает. Или когда фракция говорит, что он обязан проголосовать так, и он вынужден согласиться, чтобы не испортить свою политическую карьеру, вынужден голосовать вопреки своему мнению. И поэтому надо ответить на вопрос, почему в большей части мира голосования закрытые. В итоге предложение принято с небольшим перевесом. Против проголосовали депутаты Союза зеленых и крестьян и партии Носирц Латвии. Над этим предложением по поправкам Конституции будет работать специально созданная рабочая группа. Своё решение она должна представить до марта месяца.